здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жители нашего чудесного доброжелательного города стало 300 тысяч сегодня утром дорогие друзья когда я ходила в магазин я встретила свою соседку которая была такая расстроена и сразу нажаловалась мне на свою знакомую которую она тоже сегодня утром встретила которая с счастливым видом начала расспрашивать мою соседку ой а что случилось может ты больна почему-то так выглядишь у тебя такой зеленый цвет лица у тебя такие бледные щеки ну что-то в этом роде я ее немножко поутешала и решила сегодня поговорить с вами о том как правильно реагировать на словесные провокации мне дорогие друзья как и многим из вас посчастливилось за мою жизнь пожить в двух формациях в капитализме и в социализме и я со всей ответственностью могу сказать что при социализме грубости агрессии словесных провокаций было гораздо меньше конечно нельзя сказать что грубости не было было но гораздо меньше чем теперь наша страна в девяностые входила в капитализм как слон в посудную лавку поэтому конечно было много перегибов в те далекие времена старших еще уважали и даже уступали место в общественном транспорте с приходом же интернета и сетевой безопасности троллинг хейтерство провокации стократно возросли девизами нового времени стало никто никому ничего не должен это бизнес ничего личного каждый сам за себя люди стали более жесткими и стали активнее вторгаться в чужое личное пространство провокации это словесное или физическое воздействие на оппонента побуждающие того совершить действия нужные провокатору эти действия всегда ставит жертву провокаторов невыгодное положение по своей сути провокация это та же манипуляция провокация воздействует на то что нам дорого на наши ценности на наши убеждения а поскольку наши ценности привитые нам с детства для нас очень важны поэтому мы всегда так болезненно реагируем на такие провокации а как мы все с вами знаем дорогие друзья когда включается эмоциональная полушария отключается логическое и в таком состоянии мы совершаем много глупостей тем самым отдавая победу в руки провокаторов для чего манипуляторы провокаторы все это делают у них всегда есть какая-то невидимая на первый взгляд цель это опорочить вас глазах окружающих помешать вашей карьере создать у вас ложное чувство вины и заставить вас что-то сделать хитро выведут у вас нужную информацию если это происходит на работе то убрать конкурента все мы много раз слышали примеры классических провокаций ты что не мужик ты такой же как твой отец тебе что для родственников жалко времени денег по обстоятельствам самое обидное для провокатора если вы не поведетесь на его манипуляцию она у него отточена всегда срабатывает и пуская вас первую парфянскую стрелу он уже предвидит результат но тут вы не реагируете привычно и манипулятор сразу в растерянности и печали потому что как мы с вами знаем несчастье это когда конечный результат не соответствует нашим радужным ожиданиям то есть не оправдывает их так как же нам с вами дорогие друзья правильно реагировать на словесные провокации и манипуляции первое не включаться в спор осознайте что главное чего от вас хочет манипулятор это бурной ответной эмоциональной реакции скандала слез ответные грубости и потери лица мы должны понимать и помнить все это предупрежден значит вооружен не давайте ему этой возможности не подставляйтесь ни в коем случае оставьте работать ваше логическое полушарие она вас спасет сохраняйте спокойствие будьте хладнокровны вы можете спокойно ответить манипулятору я не ведусь на провокации и гордо удалиться в закат второе это вежливость провокатор вызывает вас на скандал его подколы пышут ядом он бросил в вас свои обидные слова крючки и уже готов на вашу возмущенную реакцию продолжить начатое но вы продолжаете общаться с ним спокойно и подчеркнуто вежливо особенно конечно если говорить с начальником ваша хладнокровие и подчеркнутая вежливость могут охладить провокатора конечно в таких ситуациях язык прямо чешется отбрить но в таких ситуациях как правило женщина прикинется непонимающий обижены и вы же еще и будьте виноваты я сама столько раз попадалась на этот крючок а потом всегда жалела но почему почему я ввязалась в эту провокацию иногда можно открыто вскрыть мотив провокатора и вежливо и спокойно ответить ему да все знают что мой успех не дает тебе покоя и напрасно стараешься я не поддаюсь на провокации тебе нужно поработать над самооценкой пытаться оскорбить других это плохой вариант да я слышала что у тебя большие проблемы не расстраивайся так держи себя в руках 3 игнорируйте провокатора полностью если вы конечно не с начальником разговариваете это касается незнакомых людей на улице вы знаете я так поступаю всегда можно сказать с раннего детства сколько я себя помню по принципу увидел пьяного отойди то есть я никак не реагирую в детстве подростковом возрасте я постоянно ездил в школу два раза в день далеко в набитом автобусе естественно я часто сталкивалась и с хамством с грубостью и у меня настолько выработалась привычка никак не реагировать на хамов то есть вообще никак я веду себя так словно это обращаются ни ко мне говорят не мне то есть я не обращаю внимание как будто этого человека не существует на планете земля четвертое если у вас есть чувство юмора и быстрая реакция отшучиваетесь и иронизируйте это отличное оружие а если вас провоцирует ваш знакомый не церемонте с ним и ткните его точно также в ответ в его больное место да это жестко но это покажет раз и навсегда что с вами не стоит связываться на войне как на войне пятое совет лично от меня но он у меня пока только в теории как он мне нравится но я его не применяла еще ни разу потому что пока не было возможности его применить когда еще совсем маленькой девочкой я смотрела фильм анна на шее меня восхитила фраза которая говорит анна своему спесивому мужу падите прочь болва эта фраза меня покорила просто она сказано так искренне с таким чувством ее нужно говорить с презрением и отворачиваться не правда ли элегантно не фраза а конфетка но конечно эта фраза узкого применения потому что нужно понимать кому ее можно сказать во первых однозначно она обращена к мужчине то есть значит это только мужчина во вторых этот мужчина должен быть хилый чтобы он не дал сдачи потому что инстинкт самосохранения должен срабатывать в первую очередь то есть это понимаете фраза очень узконаправленная я ее храню бережно на тот случай для когда-то мне пригодится вдруг шестое полезно изучить слабые стороны своего характера они есть у каждого эти больные места и провокаторы прекрасно знают о них а кто не знает тот прекрасно их считывает по вашему поведению поэтому важно поработать над покерфейсом и не подставляться не болтать лишнего с мало знакомыми людьми и не откровенничать я сама так попала в просаг когда разоткровенничалась с мало знакомый очень приятной обходительной женщины а потом когда она выведала все мои тайные секреты она не применула меня очень больно уколоть во все мои известные ей больные места поэтому девиз не болтай седьмое использовать в ответ набор общих безликих фраз типа у меня сложилось впечатление что мы говорим о разных вещах этот вопрос не имеет однозначного ответа все течет все изменяется или такова эти ответы подобные огнетушителю которые тушат вот эти провокационные вопросы восьмое если вас провоцирует какой-то живущий с вами человек или никто близкий и вы не хотите портить с ними отношения то лучше всего использовать такие фразы я вижу что ты сегодня расстроен поэтому давай отложим этот разговор на завтра или мне очень неприятно когда ты разговариваешь так со мной в подобном тоне давай поговорим об этом когда ты успокоишься тут как говорится и волки сыты и овцы целы девятый пункт как правильно отвечать на провокации это так называемая айкидо нужно сразу переходить на личность провокатора например провокатор что хочет вас с кем-то поссорить и говорит если бы ты слышала что тебе говорит тайка на что вы с улыбкой мгновенно отвечаете ха да если ты слышала что она тебе говорит это хороший способ если потренироваться поднаторить в нем то можно гасить любые провокации такого рода но вот дорогие друзья сегодня мы разобрали с вами еще одну злободневную тему и естественно у меня к вам сразу вопрос а как вы реагируете как вы правильно реагируете на провокации на манипуляции как вы с этим справляйтесь напишите в комментариях это будет абсолютно всем полезно это очень ценная информация в наше время а в конце как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока